Дворяй чудеса Друзья мои, мы с вами живем в мире видимом, но вокруг нас еще существует мир невидимый. Говорят, что на левом плече у нас сидит темный ангел, а на правом — светлый ангел. 21 ноября мы с вами будем отмечать замечательный праздник — собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Какую силу имеют светлые ангелы, сейчас мы с вами узнаем. Они созданы Богом для славословия, для прославления Творца, то есть Бога. И также они помогают человеку в спасении души. Они имеют силу над человеком духовную. Они бесплотные, то есть не имеют плоти. И они физически на человека не влияют, а влияют духовно. Они помогают человеку для спасения. Они благовествуют и открывают человеку волю Божию. Они участвуют непосредственно в спасении человечества, в спасении и достижении Царствия Божия. Настяжение Царствия Божия для того, чтобы исполнить число падших ангелов, которые попали. Есть мнение святых отцов, которые считают, что человек создан для того, чтобы восполнить это число падших ангелов. И ангели во главе с архистратигом Божиим Михаилом, они заботятся о том, для того, чтобы у человека была возможность этого спасения. Но есть и другие силы, которые мешают человеку, человеческой душе, он следует Жизвечное, то есть Царствие Божие. Это бесы. Это во главе с Деницей, который был низвернут архистратигом Божиим Михаила. И мы вспоминаем эти события, когда архистратиг Божий Михаил низвернул Деницу с неба, с его последователями на землю. Снизвернул и победил тем самым возгодившихся падших ангелов, которые захотели стать самостоятельными, самобытными, равными Богу. На что архистратиг Божий Михаил ответил, кто как Бог. То есть он не мог представить и не мог разрешить, чтобы кто-то думал, что кто-то может быть равным Богу. Никто не может быть равным Богу, и Господь является Вседержителем и Творцом всего видимого и невидимого мира. И имя Михаил так и означает, кто как Бог. Он изображается на иконах в шлеме с мечом и показывает тем самым злым силам, какой у нас есть защитник. И мы, смотря на икону, мы должны с вами укрепляться на борьбе со злом, укрепляться тому, что у нас есть вот такой великий защитник, как архистратиг Божий Михаил, который стоит на страже и посвящает каждого злого Духа, который намеревается прийти и помешать человеку для спасения. Мы с вами каждый имеем ангелохранителя, который очень близок к нам, и очень много он участвует в жизни человека. Прекрещение дается каждому ангелохранитель, который и защищает человека, защищает от всяких бед, от всяких напасений, помогает человеку, который старается и стремится защитить человека не только от погибели духовной, но и бывает зачастую от погибели и телесной, физической. Бывают часто случаи, вот люди приходят, рассказывают, что вот приходила какая-то неминуемая беда или какой-то вот случай для того, чтобы повредить человеку. Но какая-то сила отвела человека, как бы подсказала, что не иди туда или не делай то, или вот не надо тебе делать. А эта сила и есть ангелохранитель, который управляет и который помогает человеку избавиться от всяких этих скорбей и неприятностей. Но бывает такое, что из-за своей греховности мы с вами не слышим этого зова, не слышим гласа ангела Божия, который благовествует нам, который старается привести нас к Богу. Не слышим мы из-за своей греховности, потому что согрешая, совершая грех, мы с вами теряем вот эту связь с Богом, теряем и связь, и чувство с ангелом-хранителем. Мы не подпускаем его к себе, мы отгоняем от него. И здесь приходят уже другие силы, паршие ангелы, то есть бесы, которые и ждут, чтобы человек согрешал, чтобы человек дарил возможность им управлять. И они уже приходят и строят разные сети, свои дьявольские, для того, чтобы погубить человека, для того, чтобы не дать человеку возможность спасения. И есть много примеров, вот расскажу вам несколько. Святитель Ниф, антиепископ Кипрский, он видел, однажды, когда шел, видел юношу, который сидел в дверях, входит в дом и плакал. Он поинтересовался, почему он плачет, хотел его утешить. На что юноша ответил, что я есть ангел, хранитель, и одного человека, который вошел в этот дом и несколько дней уже здесь согрешает и грешит. И я не могу к нему подойти, потому что его грех, его грехи не пускают, не разрешают мне подойти к нему. Как говорит святитель Василий Великий, что как пчел отгонит дым, и так же само грех отгонит ангелохранителя от человека. Не дает возможности сохранять и укреплять человека. Также есть еще один случай Андрея Христа ради юродива. Он ходил по городу, и бывало такое, что бил балкой по углам домов, а бывает такое, что подходил к дому и целовал вот эти углы домов. И спрашивали его, почему же он так поступает. И он отвечал, семья, которая живет благочестиво в доме, то и в доме находятся ангели, которые пребывают вместе с этой семьей, а демоны, бесы, они находятся на улице за углом и ждут возможности, ждут момента, когда кто-то начнет согрешать, когда семья будет жить неблагочестиво, для того, чтобы прийти туда, и для того, чтобы управлять человеком. А в других домах, где люди живут греховно, где люди совершают грех, тогда там бесы находятся в доме, и они там владеют человеком. А ангели Божии находятся на улице и ждут, когда человек придет с покаянием. И тогда он подходил и целовал, целовал не самые углы, а целовал этих ангелов. И бил не те углы, а бил бесов, которые находились снаружи, и которые ждали возможность погубить человека. Мы с вами призываемся церковью ко спасению, призываемся Господом, Его заповедям, Его учениям на исправление. Призываемся для того, чтобы наша жизнь была похожа на ангельскую. Ведь мы созданы для Царствия Божия. И для того, чтобы лицезреть Бога, для того, чтобы прорвать с Ним Царствию Божиим, мы и должны делать соответствующие дела, то есть добрые дела. Господь посылает ангелу, который участвует в спасении человека. Мы с вами видим на примере вот архистратих Гавриил, который богоевствовал о том, что Божия Матерь родит Сына, Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. И ангели заботятся о спасении человека. Ангели всегда непресатанно призывают и молятся, чтобы Господь помиловал нас, грешные с вами. У нас есть каждый ангел-хранитель, в семье есть ангел-хранитель, в стране, в державе, есть в городах, в селениях, у каждого есть ангел-хранителя, который защищает и заботится о том, чтобы человек спасся. Отец Василий, будьте добры, если мы имеем такой сон ангелов, такую поддержку во главе с архистратиком Михаилом, то почему, тем не менее, люди очень часто бывают одержимы таким страхом, одиночеством, тоскою? Это из-за греховности человека. Господь создал человека, и преисполны его радости духовные, любви. Человек верующий, он никогда не скажет, что он сам. Хоть и вокруг него не будет ни одного человека, он будет знать, что с ним Бог, с ним ангел-хранитель, святые угодники Божии. Человек, который же согрешает, он опустошает свою душу, опустошает свое сердце. Он не видит ничего радостного в мире, не видит ничего прекрасного в мире, потому что грех не разрешает этого видеть. Грех разрушает человеке образ, подобие Божие. Святые отцы, если читать о житии преподобных, смотришь, они пребывают постоянно в посте, постоянно в молитве, пребывают постоянно в трудах, казалось бы, какая радость, но они ощущают духовную радость. Все те труды, которые они несли в монастырях, и зачастую в пустынях, отшельники, которые сами жили, они ощущали эту радость, радость духовную, потому что они чувствовали, что с ними Господь. Человек, который живет по западу Божьему, он приближается к Богу. Приближается к Богу, он и ощущает эту радость, ощущает и любовь, которую Господь изливает, ощущает и молитвы святых угодников Божьих, и ангелов Божьих, которые заботятся о человеке. А человек, который разрешает, он удаляется от всего этого. А удаляясь от Бога, он приближается к сатане. Тогда почему так легко грешить и так сложно выходить на путь добродетели? Добродетель ведет к спасению, грех ведет к гибели, но тем не менее к греху легче прилепиться, чем к добродетели. Потому что для того, чтобы совершить доброе дело, человеку надо приложить много усилий. Надо, во-первых, приступить через себя, через свою гордость, через свою лень, которая зачастую не дает человеку возможности и желания совершать какое-то доброе дело. Ведь по заповеди Божьей доброе дело должно быть не для себя, исполняя, чтобы мне было хорошо, не для того, чтобы мне было удобно. А доброе дело – это те дела, которые мы с вами должны делать для ближних. Доброе дело, совершенное человеком, это ступенька вверх, ступенька к Богу, которой человек поднимается. А неисполнение же этого доброго дела – это или же совершение, или делание злых дел – это ступенька вниз, обратно, ко греху. И человек уже настолько привык ко греху, настолько уже удалился от Бога, что ему легче совершать какие-то злые дела, легче ему обижать ближних, осуждать ближних, нежели совершать добрые дела. Господь заповедовал всем нам Царствие Божие, и Господь дарует всем свою любовь. И дарует не для того, чтобы мы только пользуемся ею, а для того, чтобы мы делились с ближними. Господь в своих заповедах заповедовал, что мы должны иметь любовь к ближнему и любовь к Богу. Вот эти две заповеди, на которых и совершается весь закон. И мы с вами должны с помощью ангелов Божиих, бесплатных сил, на главе с архистратиком Божиим Михаилом, стремиться к этому, стремиться, чтобы поделиться любовью с ближними.